Доброго времени суток, ребята! Своё новое видео я хочу начать с извинений, которые адресованы Никите из телеграм-магазина Double Front. Мною была выдана некорректная информация по поводу БУ-видеокарты из данного магазина. Никита оказался довольно серьёзным, грамотным и вежливым человеком. Он связался со мной и пояснил мне аспекты и принципы работы его магазина. А именно, весь процесс покупки, доставки и распаковки строго контролируется и записывается на видео. Магазин строго следит за своей репутацией и в случае чего решает конфликтные вопросы быстро и своевременно. Никита предоставил мне доказательства того, что его клиент был доволен видеокартой. Это послужило веским аргументом моей неправоты по поводу работы магазина. Ещё раз, прошу прощения за данный постыдный инцидент. Я имею совесть и признаю свою ошибку. Я не хотел подставлять ни клиента с его другом, ни Никиту с его магазином. А теперь приступим к видеоролику. И так, друзья. В магазине на три буквы данная материнская плата в целом не особо примечательна и не рекламируется. Я нашёл её лишь по фильтру «Самая дешёвая». У нас здесь в комплекте с вами сразу руководство пользую. В принципе, что там может быть. Диск. Диск 2023 год. Естественно, задняя вставка для задней панели материнской платы. И получается два SATA кабеля, которые в этой сборке особо-то и не нужны. Находится она в антистатическом пакете без пломбы. Пломбы отсутствуют. Сама коробка выполнена в стиле дешмана Асрок. Тут, кстати, тоже всё в стиле Асрока. Насколько я прочитал, производится данная материнская плата, по-моему, во Вьетнаме. И гарантия на неё составляет 36 месяцев. Материнская плата в магазине на три буквы – это, конечно, для меня что-то новое. В плане производителя Dex. Потому что раньше они назывались DNS, но после многописленных критик они переименовались в Dex. Пожалуйста, выглядит так. В общем-то, постоянно сволочь отсвечивает у меня всё. Вот, пожалуйста. И что можно сказать? Во-первых, радиатор на чипсете не такой жалкий, как это выглядит на картинке. Посмотрите, он достаточно сам по себе толстый и перфорирован настолько, насколько это возможно. И у нас необычное расположение для батарейки BIOS. Посмотрите, она стоит, как какой-то диск в картридже. Естественно, у нас имеется всего лишь два слота под оперативную память. Сам по себе сокет ЛГА 1700. Ну и система питания у нас... Как она у нас сделана? То есть мы видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь катушек индуктивности, семь фаз. Вот эта фаза, она питает исключительно оперативную память. Получается, тут у нас то ли два, то ли три MOSFET. Не могу понять, что к чему относится. Но вроде как два. Потому что тут непонятно, где верхнее плечо, где нижнее плечо, три в ряд просто идут. Потому что тут в нижнем плече два и в верхнем один MOSFET. Итак, ребята, внесу ясность. В общем-то, искал я источник, где посмотреть разбор платы именно по зоне ВРМ. Искал я на Hardware Luxe, не нашел. Но нашел ссылку на Hardware Luxe. Как бы Hardware Luxe является немецким сайтом. И на Hardware Luxe была ссылка на южнокорейский сайт с обзором от одного обзорщика. В общем, что мне удалось выяснить. Поскольку вообще в целом по схемотехнике плат я очень слаб. Я понятия не имею, что и как тут. Но некоторые данные находить могу. И основополагаться на чем-то мнении. В общем, ВРМ представляет собой традиционную структуру High-Low MOSFET. С цифровой семифазной структурой ВРМ. А MOSFET, как вы понимаете, здесь не накрыто отдельными радиаторами. Ну и естественно, что тут еще упомянуть важное. Это максимальный TDP процессор, который может использоваться в сборке с этой материнской платой. Оно не должно превышать 100 Вт. Итак, друзья, перейдем далее к обзору. У нас здесь стоит шим-контроллер. Он сэмикондактор. Плохо, к сожалению, его видно. Но я думаю, вы поняли, что здесь написано NCP81500. Скажу только одно. Но данный шим-контроллер ставится во многие материнские платы даже B660 чипсета. Что для меня некоторое удивление. Ну, опять-таки, допустим, в B760 Aorus Elite стоит именно он. Это смешно для меня. Но далее пойдем. Что у нас тут по звуку? У нас Realtek 897. Средний звук такой, но у нас может быть даже и хуже в платах подороже. Ну и, естественно, звуковуха у нас... Точнее, не звуковуха, а сеть у нас тоже от Realtek. Что еще добавить? Поддерживаемая скорость для оперативной памяти DDR4 формата до 3200. Что в целом для всех аж 610 является максимумом. Потому что единственное, что можно крутить, это тайминги. Ну и, естественно, мне интересно, как это возможно будет. Но, к сожалению, здесь не будет подробного изучения и обзоров про эту материнскую плату. В плане возможности BIOS. Единственный недостаток у этой материнской платы является отсутствие M.2 разъема, который мог бы здесь присутствовать для NVMe и SATA накопителей. В целом, больше, мне кажется, нечего сказать про эту плату. Единственное, что ее можно брать и не бояться. Она ничем не отличается от других бюджетных материнских плат. Все, всем спасибо за внимание. Вот решил пару роликов записать, а далее решил заняться монтажом. Именно показать вам видеоролики человека, который живет в Германии. Занимается любительской сборкой компьютеров. Ну, видео выйдет чуть попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok